Обе подсудимые до последнего момента находились под домашним арестом, поэтому в суде они дожидались приговора, сидя в общем зале, а не в специальной застекленной кабине, куда обычно помещают обвиняемых в тяжких преступлениях. Эти гражданки, сестры, младшая сестра родила, старшая сестра по интернету нашла покупателей, можно сказать, они приехали из другого города, договорились, они просто оформили ребенка через нотариус, это неправильно. И увезли с собой. Учтя все обстоятельства дела, суд признал обеих женщин виновными и приговорил каждую к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Примечательно, что дело о торговле ребенком началось с того, что весной этого года прокуратура Абайского района начала проверку в школе номер 53 на предмет посещаемости учеников. Выяснилось, что трое братьев не посещали школу всю третью и четвертую четверти. При этом учителя спокойно отмечали их на занятиях и даже ставили им оценки. А вот где в действительности находили школьники, никто из педагогов не знал. Прокуроры вместе с участковыми все-таки нашли прогульщиков. Выяснилось, что из семьи ушел отец, а мама родила ребенка, за которым старшим детям и пришлось ухаживать, прогуливая школу. Но спустя пару месяцев мама младенца продала. Родила ребенка и 22 марта, не будем афишировать, не будем назвать личности, за 200 тысяч тенге передала этого ребенка жительнице Мангуставовской области в город Жанаузен. Через нотариуса выписала доверенность о том, что отдает ребенка. За данные услуги эти ребята из Мангуставовской области заплатили 200 тысяч тенге и комплекс золотых сережек. Сразу после оглашения вердикта обе осужденные были взяты под стражу в зале суда. У обеих остались малолетние дети, их судьбу будут решать местные исполнительные органы. Скорее всего, дети будут размещены в детские дома.